Всем большой привет, ребята, меня зовут Вика, и это снова переписка с маньяками. Я буду всё делать очень кратко, потому что у меня дела, и мне вообще никогда снимать, я только вернулась домой. Но эта ситуация очень сильно трэшовая, у меня вчера вот так вот всё трясло, здесь где-нибудь будет видеосообщение. Я всё обо мне, можешь, пожалуйста, ему в личку написать, добавься к нему, он тебя примет, и захуесось его, пожалуйста, в голосовых. Я знаю, что ты умеешь, пожалуйста, я тебя прошу, скинь мне это всё в ВК. То есть ты прям истерика, у меня вообще всё, вот. В общем, пишет мне вчера чувак, он изначально пролайкал мне все фотки, потом написал комментарий, под фотку с жопой, блядь, в моей покупальнике. Короче, пишет, типа, привет, наткнулся на тебя в рекомендации, кто очень красивый, не против познакомиться? Игнори его три минуты, потому что мне абсолютно было похуй, я не ищу новых знакомств, как бы, да, как мы уже все знаем. Пишет, ау, я ему сразу же пишу, ты откуда, с Москвы, а лет сколько, 21, а тебе, ау, Виктория. Виктория, ну, ходить в арюмный диалог, это некрасиво. Я познакомиться хочу, а ты убегаешь, я не хочу такую красотку потерять. Он не спамил, и я подумал, блядь, ничего, я толпаю. Он пишет, зря ты игноришь меня, и ты точки, как страшно. Ага, ахахахаха, дай мне пять минут, ты быстрее интерес ко мне проявишь. Я ему отвечаю, мне 16. Ну, типа, мне 21, мне 16, я думал, после этого он от меня отъебется. Он от меня отъебался на 7 минут. И пишет, не рада в 16 лет на запрещенных веществах сидеть. Я ничего не употребляю и не употребляла, и у меня, как бы, сразу же вопрос, так вот, докладе, и ржу на полном, но я заметила удача. Я его, как бы, блокирую. После чего этот тип неадекватный пишет моей подруге, которая учится со мной в одной школе, и, как бы, я уже забила уку на него, и забыла вообще 15 минут прошу. Здравствуй, я-то понимаю, вы знакомы с ней? И скидывает мне ссылку. Можете, пожалуйста, передать Виктории, что если она не уберет меня, если честно, и не будет общаться со мной, то я солью ваши интимки всей, ну, вашей школе. Именно ваша, Вероника. Если нужны будут доказательства того, что у меня есть ваши интимки, то, пожалуйста, дайте об этом знать, я их вам предоставлю. Смотрите, пожалуйста, я очень устала. Чего? Ты кто вообще? После чего она мне это скидывает, пишет, что за пиздец, а, как бы, ответь ему, ну, я испугалась, что интимки мои подруги сольют. Я ему пишу, что тебе надо от меня? Я напишу заявление в полицию, потому что, ну, это пиздец. Меня прям распирала вчера злость, а потом меня вот так вот затрясло, блядь. Здравствуй, я просто хотела пообщаться, зачем ты убегаешь? Я отвечаю, поэтому ты пишешь всякую хуйню мне знакомым? Нет, я просто прекратил, чтобы меня убрали с ЧАЭС. Я скидываю ему скрин на, ну, короче, его же переписки. Я в полицию напишу заявление, там будешь угрожать кому хочешь. Зачем так-то сразу? Не боишься, что сама за на коту улетишь? Какую, блядь, наш коту? Мне это так вымораживало вчера. Но меня затрясло, потому что это какой-то пиздец был. Он узнал точно так же мой номер, мой адрес. И вот мне, ну, мне было страшно. А потом я поняла, что это какой-то, блядь, фишинг нахуй. Я ничего не употребляю. На тест пассать? Жалко, что и скидывает имя моего бывшего человека, молодого. Какой? Твой бывший молодой человек. Ахаха, что? Я не знаю никаких, ну, имя бывшего молодого человека. Я уже в шоке, он отвечает. Я уже все про тебя узнала, так что пообщайся со мной, и не будет никаких угроз. Хочу лучше узнать тебя, просто ради интереса. Я же не интимки прошу, и не потрахаться с тобой, ой, со мной. Я пишу, я не хочу с тобой общаться. Мне когда общаться, я работаю, учусь. И так же у меня есть парень. Парень ему, нет. Но я сказала, думаю, может, отъебется. Извини, нет, ни желание, ни время. Я была уверена, что это девочка, с которой я поссорилась. Что она вот этот вот пранк, блядь, надо мной делает. И поэтому, как бы, да. А вот потом, когда я написала, это самая Вероника, которую написали. Поняли то, что это не она, она ему даже писала. Он отвечает, какой парень? Ну, имя еще одного бывшего парня. Нет, ты таких не знаешь. Эх, промазал. Парень не узнает, что ты общаешься со мной. Сейчас в кабине не думаю, что вы заняты. Хотя пару часов есть время пообщаться со мной. А я и сама не хочу общаться с тобой. Люблю своего парня. Я уже спать не завтра, а не вставать. Скидывают имя еще одного моего бывшего парня. И пишет, вы тоже так любили? Я пишу, Ник, не угорай. Другая Вероника. Не та, которую писали, а еще одна. Я думала, что она... Мы с ней просто, ну, поссорились, короче, недавно. И она была... Ну, я была уверена, что это она. Она спрашивает... Ну, челки дают вопрос. Фамилия или, может, фамилия? Не хочу разглушать. Я не изучу полностью твое окружение. Ладно, я вижу, ты и правда не хочешь общаться. Как думаешь, другая Виктория захочет? Какая? Майская или же ее настоящая фамилия? Майская у нее в ВК. Он пишет, я посмотрел твой пост. Там еще много близких людей для тебя. Раз ты не хочешь, то познакомься с кем-нибудь другим, Виктория. Через две минуты. Что тебе надо? Я же сказала, что мне надо. Вы боитесь меня с чего бы? А меня вот там уже вот так трясло. Потому что он реально знал всех. И я уже поняла, что ты не та девочка. Тогда не игнорьте меня. Я не хочу общаться с этими старшими. Ладно, хочешь, расскажу тебе всю информацию, которая у меня есть. Я все про себя знаю. Мне не надо. Не все. Заебись. Не все я про себя знаю. Супер. Чувак, иди других пугай. Я пробил твою страницу. У меня был доступ к твоим диалогам. Я выбил в панели нужными словами, если саму выпалывал, видимо, в этом цель. Ну и что? Так что не думаю, что в твоих интересах меня посылать так. Я просто прошу пообщаться со мной. Ты, наверное, думаешь, что я кто-то из твоего окружения. Ой, я так устала людей с тумбра загонять. Ну почему же ты не читаешь мои сообщения? Раз устал, то скажи, кто ты. Ну тебе как, подробно или нет? Имя просто скажи. Олег, мое настоящее имя. Фамилия нет. Я не знаю никаких Олегов. Ну потому что я в Москве. Я предлагала тебе, чтобы я сказала тебе всю информацию. Ты отказалась. И я спать. Я ведь не глупый. Я уже спать. Мне вставать рано утром. Спокойной ночи. Ты что, меня занипала там уже? Не твоя ли подружение? Мне написывает Виктория. Да, моя подруга писала. Скидывает их в переписку с моей подругой. Не знаю таких. Ну и ладно, я сам узнаю. А почему профиль закрыла? У тебя такие фотографии были красивые. Теперь не посмотреть даже. Я знаю, что я охуенная, но, блядь. Иди нахуй. Как жаль. А можно с утра тебе позвонить? Нет, может только ВС. Скидывает мой номер. Твой? Старый. Это не старый номер, это мой номер. Но я его замажу. Жаль. Очень. Но его не найду, к сожалению. Если старый заброшен, то невозможно пробить. Очень жаль. Я узнала, кто мне писал. Трудности не возникло. Эх, как же скучно. Бывает. А ты развезлилить даже не хочешь меня. Я хочу спать спокойной ночи. Хочешь, я приеду? Номер в моей квартире. И спрашиваю, ты квартира. Не имею желания. Очень жаль. А шрам у тебя из-за чего? О. Ну, майская. Майская добавляется. Там просто настоящая фамилия. Как думаешь, не писать ей как хочешь? А зачем ты сливаешь нашу переписку? Я ведь ничего. Потому что ты не в адеквате. А в чем я? Зачем ты угрожаешь людям? Квад напишу. Где угроза? Да что ты. Вот. Я даю знать, что я знаю. Я тебе его не давала, мою квартиру. Это не угроза, милая. Это просто взлом. А что тебе надо к мне? Все, что есть в интернете, все как на ладонь. Ничего не надо, громое общение. А я не хочу общаться с тобой. Почему? У меня есть парень. Я такой плохой, которого я люблю. У тебя нет, парня. И с кем-то другим не хочу даже просто приписываться. Мне это можешь не лукать. Есть. Нет, парня у меня. И то, что ты написала про ложную инфу. Если ты его не знаешь, это не значит, что его нет. Зачем ты врешь мне? А ты не. Если поняла, что я все про тебя знаю. Потому что у тебя информация, когда жила в другом месте. А телефон старый. Инфа правдивая. Да? Пизда. Давай я приеду. Проверим. Проебался ты. Приезжай. Хорошо. Тут я уже реально думаю, ну приедет, вызову налет полиции. И тебя скрутят нахуй в трубочку, блядь. Какие там дома есть? Разные. На карте не показывают. Ахахахаха. Потому что военные. Что-то, да, я живу рядом с военной частью. Ты сейчас в такую канаву уедешь, я там не живу уже. А в школе, моя школа, тоже не учислишься. Я пишу, седьмого класса как нет. Сейчас проверим. Да делай, что хочешь, друг, правда, проебался. Жду тебя на квартире. Все, давай, нет, не уходи. Скидывает имя моего классного руководителя. Зачем ты меня обманываешь? Я уже испугался. Да что ты, чувак, приезжай ко мне, я тебя жду. Хорошо, я приеду. Давай, давай, зря ты так. Это ты зря. Почему? Моя мама уже позвонила знакомому менту, другу. Ей уж дезвонка. Жду. А что ж ты не едешь ко мне? Я приеду, не переживаю, когда. Ой, я днем на работе, не пересечемся, увы. Ты не работаешь. Работаю. Если ты чего-то не знаешь, то не пизди. Не проверишь, не поверишь. Сегодня приняли на новую работу. Он ржет. И в интернете ты не найдешь этого. Если хочешь продолжить общение, приезжай прямо сейчас. У тебя 20 минут. Не бреешь? Летишь в бан. Почему мне не звонят? С темы, если хочешь, слова ответить свои не можешь. Да, я хочу, чтобы ты приехал прямо сейчас. Если ты этого не сделаешь, то летишь в бан. Удачи. И я его просто заблочила. И как бы никто мне больше не писал. Потом я списалась со своей знакомой. Блин, переписка в другом телефоне. Я просто перескажу. С той девочкой, с которой как раз таки я думала, что это она. Она мне пишет, типа, блядь, Вика, нахуй я ты ему ответила, что он узнавал информацию, когда ты с ним переписываешь, что у нее такое было. Она отдала 10 тысяч, а он стал, типа, от нее. Я пишу, но мне никакие деньги, как бы, не просили скидывать. И она говорит, а он может заменировать ТЦ, сказать мне там то, что это ты, сделать ложные доказательства, тебя вообще, блядь, упекут. Я такая, пиздец. Типа, в переписках, ну, в моих базе данных очень много чего, как бы, того, что не надо знать никому. И, как бы, я пересралась, я отпилась его кардином, всякими там успокоительными. Мне, правда, было очень плохо. Типа, хуже, чем, когда ко мне кто-то приходит, потому что, ну, да, я боялась, что меня посадят, конкретно, если он там какую-то хуйню сделает, поставит меня, типа. И меня вот что-то вот так затрясло, потому что это какой-то пиздец лютый. И, в общем, вот. Я пересрала жестко, конечно. Там вот, сейчас ставлю голосовые. Я пока схожу, попью. Как бы, сорян. Сейчас вернусь. В общем, чувак угрожает мне какими-то, типа, переписками, где я общаюсь о наркотии. Я такая... Окей. Но потом он написал моей подруге, сказал, что если... Я его, короче, в честь кинула, и он написал, что если я ему не отвечу... Если я ему не отвечу, короче, чтобы она мне передала, то он сырёт её интимки всей нашей школе. Потому что он сказал, что ему Олега на 21-й Москвы. И, как бы, да. Мы такие в смысле, блядь. Типа, что это такое? Блядь, я не знаю, что делать, это пиздец. Это ещё не всё. Он такой, типа, я пишу, что тебе надо, так нет, типа, блядь, может, он денег хочет от меня или что-то. Он пишет просто пообщаться. И начинает дальше какую-то хулю про меня рассказывать, потому что это может знать только вот эти вот мои подруги, которые написали, которые нет смысла у меня разыгрывать. Ещё одна девочка, с которой мы очень с ним поссорились, но вот эта вот подруга с ней общается, она ей написала. И та девочка сама написала этому Олегу, и, как бы, он сказал, ты про какую девочку, про Веронику, от Вероники я уже отъебался. Вот, я, короче, вообще не знаю, что делать, это какой-то пиздец. Я, короче, что-то всё-таки всё-таки пиздец. Мне за подругой страшно, да, за меня тоже, типа. Потому что если у него, как бы, он сказал, что у него есть доступчик к моему аккаунту, вот, и оттуда интимки у подруги. И, как бы, я смотрю во входе, а там реально, ну, какой-то левый, вообще, левый чувак, я завершилась с сеансом, и не знаю, что это делать. Причём вся эта хуйня, как бы, оказывается реальной правдой, то есть, что единственный человек, который пиздец да мне. Он пишет, я узнал, кто написал, и написал девочка, с которой я поссорилась, потому что, ну, бля, я рассказывала, пиздец. В общем, ребят, я думаю, то, что вы прослушали все голосовые, которые я сюда вставила, я так делаю, по пиздец. Всем огромное спасибо за просмотр, спасибо за 400 подписчиков в Телеграме, за 2000 на Ютубе. Я надеюсь, что будет больше и больше. Подписывайтесь на мой Телеграм, чтобы узнавать всё первым, потому что вчера всё это я кидала в Телеграм. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, если вам интересно вот такую хуйню. Мне сегодня тоже писали в секретных чатах. Если, ребят, пожалуйста, если пишут подписчики, не пишите хуйню типа по типу маньяков. Типы по типу, блядь, у меня вообще башка уже наверх, я после тусовки ещё, это вообще пиздец. Вот, если вы думаете, что я не обращу на вас внимания, если вы напишите что-то хорошее, то я скорее на что-то хорошее отвечу, чем на что-то плохое. Если вы напишите мне какую-то хуйню по типу, я маньяк, типа там вот эта вся хуйня, то я вас просто заблочу, потому что мне это вот здесь уже всё стоит. Я когда начала снимать их, ещё больше стало, это пиздец. Я надеюсь, что вы понимаете, и точно так же мне не хватает времени отвечать всем телеграме, потому что когда поначалу мне писало человек 10 дней, сейчас мне пишут человек 50 дней, и мне вообще некогда. Я стараюсь, рано или поздно всем отвечаю, просто вот у меня очень забитый график, у меня работа, у меня учёба, у меня всякие гулянки, тусовки, и я не могу всё время сидеть в телефоне, и как бы да. Ещё раз всем спасибо большое за 2000 подписчиков, за просмотры, за телеграм, вообще за всё. Я вас очень люблю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok